Всем привет, меня зовут Барсиген Артур, я продакт-менеджер Tarantula, это скринкасты. Сегодня мы напишем сервис по поиску такси, а конкретно решим сдачу по поиску водителей, которые находятся поблизости. Вообще, сдача довольно частая, я использую в сервисах такси, сервисах доставки и других, которые работают с картой геолокации. Нам понадобятся два инструмента текстовый редактор и баз данных Tarantula. Можем начинать. Для начала перейдем на сайт Tarantula для того, чтобы его скачать. Сходим на сайт, заходим в вкладку скачать, выбираем свою операционную систему и устанавливаем. Если у вас есть докер, это хорошо, потому что вам, наверное, получится быстрее запустить. Здесь также есть инструкция. Tarantula у меня уже установлен на машине, поэтому я сразу перехожу в консоль и проверяю, что он на месте. Да, окей, он на месте, мы его видим. И, собственно, можем начинать работу. Только есть одно важное замечание, что Tarantula по умолчанию при запуске не готов работать как база данных, и его нужно сконфигурировать. Это делается всего лишь одной командой. Она называется BoxKFG. По сути, туда можно передать разные параметры, но нам задача не понадобится, нам достаточно будет всех параметров, которые по умолчанию есть. И вот, готово, мы запустили, и дальше можем работать с Tarantula в аттрактивном режиме. Создавать таблицы, создавать индексы и так далее, записывать данные, но мы прервемся и начнем писать код в текстовом редакторе, потому что так будет удобнее, собственно, и писать, и продолжать работу с сервисом, и разработку сервиса. Собственно, мы закрываем Tarantula, создаем какую-нибудь временную директорию, назовем ее FindDrivers, например. Переходим в нее, и можем создать любой файл, назовем его, например, init.lua. Можно назвать как угодно, но расширение должно быть обязательно.lua. И, собственно, начинаем работу здесь. Вот, важно продублировать команду Box.kfg. Напоминаю, она нужна для того, чтобы сконфигурировать Tarantula как базу данных. Мы написали, дальше нам нужно, соответственно, понять. Мы хотим хранить водителей, их геолокации, поэтому нам нужно создать таблицу. Таблицы в Tarantule называются спейсами, поэтому давайте создадим спейс. Делается просто из namespace Box схема, берем функцию CreateSpace, назовем наш space drivers. Ну и понятно, что у него будет какой-то формат, какие-то поля, которые там будут храниться. Давайте их опишем. Поле будет всего лишь два, на самом деле, нам достаточно будет двух. Первое — это поле ID, которое нужно для того, чтобы мы создали первичный ключ. тип у него будет номер, потому что это будет число. Второе поле будет называться Geo, сокращенно геолокации, потому что мы будем хранить там координаты, ну, ширину и долготу водителей. Они будут храниться в массиве, то есть типа Ray. Здесь важное замечание. Помимо свойства формата, нам нужно еще указать свойство IfNotExists. Оно важно, оно будет дальше повторяться. Оно нужно для того, чтобы, если запустить скрипт во второй раз, Tarantul не ругался, потому что такие объекты в базе уже существуют. Ну, то есть сам space и индексы. Давайте назовем space, присвоим space переменной drivers и пойдем дальше. Как я и говорил, нужно создать первичный индекс. Он нужен, Tarantul, для того, чтобы он мог писать данные в space, сочетать оттуда и так далее. Это обязательно условие для работы. Создаем индекс. Назовем mpk, сокращенно от primary key, то есть первичный ключ. Ну и, соответственно, он будет состоять из одного поля, поля id, который мы указали. И параметр, о котором я уже говорил, он важен, его также нужно оставить. Самое интересное начинается здесь. Нам нужно создать второй индекс, который, собственно, и будет находить наших водителей ближайших. Он будет другого типа. Первый индекс был типа 3, он присваивается по умолчанию, то есть типа дерева. Для тех, кто не знает, вообще индекс это такая структура данных, которая необходима для того, чтобы ускорять операцию поиска. Вот, соответственно, нам необходимо использовать специальный индекс для задачи. Индекс будет называться, назовем его dist, слово distance. Ну и тип у него будет, пропишем явно, тип r3. r3 это такой индекс, который нужен для того, чтобы работать с геопространственной информацией, в том числе и находить ближайшие точки, например. Назвали мы его dist, типа r3. Он должен быть обязательно не уникальным. И еще тот же параметр, о котором я говорил. Ну и понятно, что он будет состоять из одного поля. Это поле geo, которое я описал выше. Там будет храниться геолокация. На самом деле, большую часть работы мы уже сделали. Это можно сохранять и запускать в консоли. Запустим Tarantul. Передадим ему файл init.lua. Здесь можно еще заметить, что можно добавить специальный флажок минус. И это значит, что мы будем работать с Tarantul интерактивно. Это будет удобно, потому что мы сейчас будем писать дальнейшие команды, вставлять данные, читать оттуда. И удобно работать с Tarantul именно так в консоли. Окей, круто. Tarantul нас поприветствовал. Все прошло хорошо, скрипт отработал. Теперь мы можем вставить какие-то данные. У меня здесь открыта карта на OpenStreetMap. И я поставил случайные точки, даже подписал их. Представим, что это первый водитель. Представим, что это водитель номер два. Вот. Где-то здесь третий водитель затесался. А вот это представим, что мы. И мы хотим найти, соответственно, упорядочить наших водителей по расстоянию от нас, чтобы мы нашли ближайших. Так вот. Ну понятно, что у каждой точки есть координаты, ширина и долгота. Я уже заранее подготовил их. И они находятся у меня вот здесь. Поэтому мы можем просто вставить их. Сейчас я расскажу подробнее. Ага. Я вставил, получил ошибку. Вот это потому, что я забыл присвоить переменную drivers в консоли. Поэтому давайте сделаем это прямо сейчас. Здесь присвоим, собственно, сам space. Space drivers готово. Вставляем еще раз. Окей, все прошло хорошо. По сути, мы позвали просто три раза в функцию insert и вставили три строчки. Вставили водителей по очереди. Первого, второго, третьего. У каждого есть своя геолокация, свои координаты. Здесь, конечно, все понятно. Посмотрим, вставились ли они. Да, хорошо, они все на месте. И теперь мы можем приступить к главному. В общем, как работать с индексом R3. Чтобы получить к нему доступ, мы должны обратиться к space drivers, просить у него индексы доступные. И здесь будет ждать нас наш индекс dist. Вот информация о нем. Соответственно, мы хотим получить ближайшие точки. Поэтому что мы делаем? Мы выполняем операцию select, передаем координаты нашей точки. Посмотрим их здесь. Так, вот они. Ну, допустим, что мы где-то на юге Москвы. Вставляем их. Так. Тут надо, правда, запятую на точку поправить. К координатам наши вставили. Теперь мы должны указать одну важную штуку. Это тип итератора, который мы будем использовать. С индексами можно работать по-разному. Можно по-разному проходиться по данным. Вот. Нас интересует один особенный итератор. Он называется neighbor, то есть сосед. И он позволяет находить, ну, и сортировать, соответственно, точки по ближайшим. Отлично. Мы их отсортировали. Получили самого ближайшего водителя. Это водитель номер 3, который у нас был на карте. Вот здесь самый нижний. Кто-то самокат добавил. Вот. Водитель номер 3. Готово. В общем, теперь можно этот код использовать на самом деле в ваших решениях. Можно продолжить писать код дальше в файль, на самом деле. Это выглядело бы примерно вот так. Где-то здесь мы бы вставили строчки. Понятное дело, что на самом деле в реальном примере, то есть в реальной жизни вот эти данные пришли бы с какого-то либо внешнего приложения, либо через HTTP пришли в Tarantul. На Tarantul можно поднять тоже HTTP-сервис, который будет принимать координаты, изменения их, и они, соответственно, бы изменялись в Space Drivers. И дальше мы можем, соответственно, информацию, которую мы получили здесь, сохранить какую-то перемену. Дальше не работать. Например, предлагать водителей, ну, отсортировать водителей по каким-то другим критериям. Например, может быть, у него рейтинг достаточно высокий для нашего пользователя. Или, например, может быть, он собирался там взять отгул и так далее. Какую-то логику можно сверху накрутить. Это удобно. Собственно, удобно то, что данные у нас, данные рядом с базой, код рядом с базой, и нам не нужно использовать дополнительные языки программирования, чтобы продолжить решать нашу задачу. В общем, все. Примерно за 8-10 минут мы написали этот сервис, воспользовались чудесным индексом R3, который помог решить нашу задачу. Это здорово, потому что сервис можно продолжать дальше писать на Tarantul. Соответственно, все какие-то другие, важные части сервиса также продолжить писать здесь. Удобно поддерживать его в одном месте и, соответственно, довольно быстро можно получить первые результаты и стартануть ваш сервис такси, если вдруг вы решили его писать сами. На этом все. Меня зовут Артур, и это были скринкасты. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.